Я вам четко сказал, шановне, если вы не поменяете руководителя, не поменяете на понятного прогрессивного человека, никто сюда больше не приедет. Вот как 25 лет руководил мирным ратьком, вы видите, какой разводит, и сегодня к этим решениям. Пришла громада, так все и останется. Поэтому убедительная просьба, я более категоричен, мне надо короткое решение, понятное. Меняйте руководство, и мы, как и обещали, придем сюда и с поддержкой города, которую вы видите, техническую, наши коммунальные предприятия, наш ресурс. Финансовую, как продемонстрировал губернатор сегодня, и он будет делать эти шаги в разных направлениях. Если останутся у руля те же старые люди, поверьте, все, как вы жили, так и сохранится. Хотите изменений? 29-го приходите. Я не хочу вас больше агитировать и убеждать. Продемонстрировано и показано достаточно многое, но если громада о себе не заявит и спустя рукава отнесется к выборам 29-го апреля, мало что поменяется. Вот в этом я вас хочу эти заявления. Если уйти от политики, я изучал опыт и Германии, и Польши, вот эти объединения. На сегодняшний день ваша громада, это примерно будет сколько? По 4 тысячи, да? 4 тысячи. Но потом по закону вы можете досоединяться и укропняться. Когда громада не меньше 10 тысяч, начинает работать финансовая пирамида. То есть в принципе громада должна быть не менее 10 тысяч. Во всех развитых странах, в Польше это прошло за 10-15 лет, в Германии, то есть они к этому долго шли. Но то, что мы сделали за последние 4 года при войне, и то, что мы сделали при децентрализации, даже поляки и немцы удивляются. Когда мы уже перейдем на рельсы управления государством в виде громад, то следующий этап, где-то после 2020 года, начнется, люди укропняться. И сейчас уже приняли закон даже доединения до больших городов. Это перспектива развития как раз-таки вот таких людей. Потому что те бюджеты будут работать на вас. И тогда мы увидим те села, которые мы помним с детства, да? Когда мы ходили в клуб, и была там куча молодежи. Когда стоянка мотоцикла возле клуба была под 100. Я это помню со своего детства. И хочется, чтобы это сейчас получилось. Потому что нашу страну, вот поверьте мне, когда-то закроются атомные станции, и все. А наша земля – это единственное богатство, которое будет приносить бюджетом всех уровней ту валюту и все остальное. Мы на сегодняшний день видим, как фермеры. Это нельзя сравнить тех фермеров, которые были 10-15 лет назад. Правильно ли? Так почему мы не имеем права на то и наше государство на это? Спасибо. Продолжение следует...